Всем привет! Вы знаете, вот сижу сейчас здесь, внутри дорогого люксового проекта «Новостройка» в центре Праги на Виноградах. Я снимала здесь для вас другое видео про эту новостройку. И сейчас присела немножечко посидеть, попить чаёк. И я поняла, какое счастье, когда ты можешь радоваться своей жизни. Раньше я всю свою жизнь я жила очень-очень бедно, очень бедно, за грани бедности зачастую просто. И по сути меня чем-то удивить было очень легко, потому что у меня не было абсолютно ничего, ни одежды, ни красивого дома, ничего. И где бы я ни бывала, и когда у нас в Минске начали строить новые проекты, когда я ещё жила в Минске, новые вот эти новостройки, я всегда ходила гулять вокруг них, и для меня это казалось какой-то абсолютно недостижимой мечтой и недостижимым уровнем, которого у меня не будет никогда. Просто никогда я смотрела на те новостройки и на то, что там... Ну это давно было, и люди украшали там цветами, балконы. Этого по сути редко очень можно было встретить в Минске, потому что в обычных панельных домах, в которых там мы все вырастали в 90-х, и этого просто не было абсолютно ни у кого. Цветов, там стремление к какой-то эстетике, балкон был просто складом для барахла, и ни больше, ни меньше. Потому что все работали очень много, денег ни у кого не было, и это, естественно, повлияло на образ жизни и на всё. И мы ходили, уже мы с Лёшкой встречались, это был подростковый возраст, мы ходили среди новостроек первых в нашем районе и смотрели там совершенно другой уровень жизни, другой образ жизни у людей был, и всё. И мне казалось, боже мой, этого со мной не будет никогда, никогда в жизни. И вот я сейчас сижу здесь, и мне вспомнились вот эти мои чувства, и как я тогда думала, мыслила. И вот я сейчас сижу, и этот проект очень крутой и классный, и мне не хочется здесь жить. Это так круто, это так круто, мне не хочется здесь жить, потому что у меня всё и так в порядке. У меня всё в порядке, первый раз в жизни, у меня есть что-то, и у меня есть дом, который мне нравится, который я люблю, в котором мне хорошо, в котором я счастлива. И есть хотя бы деньги на какие-то элементарные вещи, это такое счастье, вот не думать просто. Есть к чему стремиться, безусловно, но не думать просто там, за что тебе купить покушать, или то, что ты постоянно живёшь в каких-то просто трущобах, а все остальные живут в чём-то получше. Вот такой кайф, такое счастье, что вот ничего не хочется больше. Не хочется, не возникает от этого какой-то зависти или чего-то, я просто свободно здесь гуляю. Если понимаете, о чём я говорю, мне очень понравилось это чувство, я решила с вами поделиться. Ну а теперь мы с вами погуляем. Посидела я, попила био-чурёк от фанера, и мы вышуршоньковаем из этого проекта. Ой, какие хорошенькие, какие красненькие, милашиство. Я надеюсь, что я сейчас могу пройти, о, круто, у них даже своя детская площадка и баскетбольная площадка при, 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 при этом проекте. Такое ощущение, что я отсюда не выйду так просто, как мне хотелось бы. Подойдём туда ещё посмотрим, но думаю, что... Нет, не выйду. Ну и ладно. Вернусь туда, где я была. Ой, какой был кошек. Всё в растениях, вау. Круто, круто. На крыше там садик. Хорошо. Раз здесь выход только один, то придётся нам туда идти. Оживлённенько здесь, надо сказать. Очень много людей входит и выходит всё время. Хотя, возможно, если 20 минут торчать где-нибудь возле другого жилого дома, может быть, там такое же будет. Я как-то особо не пробовала. Ну вот, как правило, вот эти все кустики, то, что стригут, это всё стригут за деньги, которые отчисляют в качестве коммунальных платежей жильцы вот этих вот дорогих проектов пожилых. Из-за этого там коммуналочка. Очень отличается от всех, кто живёт в старых квартирах. А если ещё и бассейн, и фитнес там есть, то и вообще. Да, забавно, что здесь реально ворота сейчас открыты. Я не знаю, я чувствую, что это мне сегодня так повезло. Вряд ли их оставляют открытыми, не знаю. Так, мы с вами на виноградах. И теперь идём из красоты новой в красоту старую. Здесь у нас супермаркет. Винограды Прага-10. Обычно винограды Прага-2, но в некоторых местах бывает, что они попадают в Прагу-10 и Прагу-12. Суботыцка. Субота – это субота. Значит, улица типа суботняя. Сейчас посмотрим, куда мы выплывем. Я сегодня по таким местам кружу, куда я обычно не захожу. Вон, садик делают круто. Очень здорово будет у жильцов свой садик. Площадка, да ещё с таким видом с горы – класс. Да, у нас, я уже говорила в нескольких видео, все площадки огорожены всегда. Очень мне это нравится. Как солнечно, хорошо. Ох, красота! Здесь вот очень спокойно. Несмотря на то, что это самый центр города, здесь такая идиллия в этих улочках. Ох, прелесть просто. И даже вон французские окна. Очень-очень круто. Но это дорогой район. Так или иначе, это очень дорогой район. Тут что-то перекопали всё. Ещё, видите, у нас мало что свистёт. Чуть-чуть вот листочки, почечки. Чуть-чуть ещё. Маленькие-маленькие. Ну и как же мне здесь пройти, ребятки? Вы так всё раскопали, что теперь мне и пройти негде. Надо сфоткать, какие дома. Вау-вау-вау-вау-вау. Сфоткала, идём дальше. Так. С какой стороны я могу обойти это? Добро. И там продолжение красоты. И куда идти? Какие красоты выбрать? Ага, там уже Варшавица. Ладно. Тогда я пойду дальше к виноградам. Эту улочку я знаю, кстати. Я на ней была несколько раз. Красота. Ива стоит. Да, мы с вами здесь были уже. И вот этот смешной забор я показывала уже вам с такими мозаиками. Только здесь не было этих раскопок и было его хорошо видно. А теперь его не видно. Ну ладно. Ничего страшного. Какие здания. Красота. Такая солнечная улица. Вау. Очень красиво. Очень-очень красиво. У меня тоже солнечная улица. Чему я так рада. Очень солнечная улица. И главное, что мы же квартиру зимой покупали. В декабре, что ли? В декабре, да. А выбирали мы её, наверное, в ноябре. Не помню уже точно. И было не распознать, солнечная или не солнечная. Оставалась только надежда. Только надежда была. Что-то там. Какой-то строительный мусор из дома потрясает. Домов молодежи. Дом молодёжи. Ой, какой парк. Как хочется туда зайти. Какой парк. Дежавю у меня с Веной сейчас. Там что-то очень подобное мы видели при прогулке. Какой-то такой тоже закрытый парк с белыми фонарями. Но это не дежавю называется. Уже опять-таки в каком-то видео я уже рассуждала на эту тему. Это не дежавю. Это просто чувство, что ты не там находишься, где ты реально находишься. Вот я не знаю, как это называется чувство, но у меня бывает такое. По каким-то запахам, по какому-то человеку, который как-то вот запомнился, мне одет был, например, необычно, и я вдруг вижу такого же человека необычного. Или по заборам, или по архитектуре, по тому, как падает освещение, по фонарям почему-нибудь. Вот просто у меня бывает такое чувство, причём не так редко. Ох, какой хороший ракузь для фотографии. Ой, как птички тут, ребята, весна, птички, невелички, солнышко, все цветет. Молодец, чувак бегает. Я раньше тоже бегала, не люблю я это дело. Эти здания весь самый красивый вид перегородили, хоть бы открыты были. Там был, конечно, открыт. Тот дом молодежи, может, надо было туда зайти. Не знаю, но посмотрите, как там круто. Не берет камера, конечно, четкости нету при увеличении. Что-то йогинька моя не отвечает, непонятно, йога у меня сегодня будет или нет, надо мне поторопиться или нет. Недавно свидетелем такого случая я стала неприятного. Поскольку книгу, как бы, есть желание издавать, то, безусловно, я очень серьезно изучала вопрос о том, как издавать и как искать издательский дом, какие возможности есть. Ну, и очень многие авторы сходятся в том, что страшно кидают на постсоветском пространстве. Особенно многие русскоязычные авторы, естественно, в России стремятся издавать, потому что там наиболее большой и стабильный издательский рынок. И, ну, очень много кидалово говорят, самого разного, от финансового до того, что просто тырят у тебя твою книгу, до того, что заставляют полностью переписывать. И много-много-много всяких неприятных нюансов, вот, поэтому я решила издавать ее за свои деньги, что вообще не дешево и очень сильно тормозит это весь процесс. И тут у меня приятельница моя, чешка. Получилось так, что ее пригласили издать книгу. Она занимается цветами и, ну, один издательский дом пригласил ее написать книгу о цветах, декорациях из цветов и все, флористика, короче. Вот, ну, и она написала, ей выплатили гонорар и выплатили гонорар на тех условиях, что многие-многие вопросы она должна, ну, не перебивай меня, ну, не перебивай меня. Очень многие вопросы она должна организовать сама, включая там фотографии и фотостудию и ля-ля-ля-ля-ля. И, в общем, она очень долго трудилась, целый год, просто не покладая рук, она нашла соавтора, фотографа и девушку. И они вместе очень много просто сделали. Она приходила ко мне домой, показывала фотки. Ох, вау, 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 ничего себе квартирный домик. Ха-ха-ха, круто. Вот, она была такая довольная, такая счастливая и все так круто было. И вот уже момент верстки книги, уже с готовыми полностью их фотографиями, со всеми текстами, причем издательский дом на многих этапах, когда, ну, шла подготовка, они хвалили, говорили, что им нравится и все. Вот, и они выделяют самый последний момент верстальщика, который, ну, очевидно, как бы олдскул. Реально старая школа, как бы, по ее рассказам. Ну, она стильная, прогрессивная и говорит, что у него как бы нету вкуса на это. Он абсолютно не понимает, что они хотели сделать это как Пинтерест, чтобы это были, ну, знаете, лайфстайл фотографии, привлекательные, нежные, там, женственные какие-то от двух девушек-авторов. И у него абсолютно не тот взгляд, что он сделал какую-то сельскую подборку. Он где-то в 70-х годах какие-то там рыболовные книги издавал. Короче, у него просто, судя по всему, на это абсолютно нет. Он не видит и не понимает именно эту тематику. Вот, ну и в этом издательском доме вторая верстальщица, которая более прогрессивная, занимается больше этой направленностью, а издательство как бы вообще о флористике никогда ничего не издавало. Вот, вмешалась в этот процесс, сказала, что как бы этот дизайнер, он не соответствует этой книге, его нельзя вообще брать и все. Ну, потом оказалось, что он какой-то знакомый директора и... Ну, короче, что его двигать никуда не собираются, он просто будет в этом проекте наперекор всему. И получилось так, что это все разразилось в большой скандал, и эту мою подругу заставляют все равно сейчас издавать книгу с тем, что ей гонорар был заплачен. Плюс она столько сил потратила и все контракты подписала, и ей абсолютно не нравится. Она говорит, по сути, там просто запор от абсолютно все, что мы делали с подругой, с фотографом, над чем карпели и для чего старались, что там абсолютно все это нарушено. И, ну, она показала мне макет, и ужас просто. Просто ужас от того, что они сделали, там ни следа не осталось. То есть человек абсолютно не понимает эту тематику и не понимает абсолютно, на кого эта книга рассчитана. Естественно, что книга рассчитана на женскую аудиторию, это ясно и понятно, кто еще с большего, ну, в основном о флористике, тем более о таком декоре женственном, там сердечки всякие, розовый цвет и все. Он абсолютно очевидно не понимает эту специфику. В общем, все как-то очень нехорошо, и она наревелась с этого. И я, конечно, была шокирована, потому что до этого, когда я разговаривала с, ну, другими людьми, которые хоть какое-то отношение в Чехии имели к издательскому делу, то они мне говорили, пиши лучше на чешском, потому что, ну, здесь гораздо рынок честнее, и деньги больше издаться гораздо большей вероятности. То, что тебя обманут, тут такого просто, ну, не может случиться, потому что суды и прочее, что в России как бы не сильно работает. Вот, ну и вот тут такой инцидент неприятный как бы. Конечно, не так ее кинули, как кидают русских авторов, но то, что у нее абсолютно тотально забрали просто ее творческий взгляд на ситуацию и не дали высказаться, и при попытке высказаться ее там публично вообще до истерики довели, и все как-то очень-очень-очень неприятненько, я бы сказала. Грустненько. Так, какое красивое здание. Давай фоткаться. Вот, ну я, мне очень печально, что с ней это все случилось, я вообще представляю все ее чувства, потому что весь год то, что она работала над этой книгой, я все время была в этом с ней вместе. Все время мы как бы обсуждали это, она все время показывала прогресс, она так радовалась, она все, мне очень грустно за нее, но я рада, конечно, что я узнала какие-то такие аспекты, то, что вот этот вот для любого писателя просто катастрофа. Это когда вот начинают беспощадно вмешиваться просто в твой творческий взгляд на твое искусство. Это очень тяжелая ситуация, это то, из-за чего я решила сдаваться за свои деньги, и то, что это, конечно, дорого очень, несложно, и вот. Вот, но я просто знаю ситуации других авторов, когда их просто перекроили полностью всю книгу, ей хотя бы текст еще ее оставили, потому что очень многим авторам полностью переписывали всю книгу, и там вообще тебя в этой книге уже не остается, и ты вот так вот ее издаешь, и вот так вот и живешь, что очень-очень-очень-очень-очень-очень грустно. Так, сейчас я загляну в кафешечку на предмет, если там вкусные тортики. Но только если правда вкусные будут, тогда я пожертвую своей весенней диетой. Так, гиганское кафе. Момент. Да, пять секунд дается на зеленый свет. На светофоре интересно. Ну что, мы с вами погуляли отлично, немножечко по виноградам, причем по той части, по которой чаще всего я не дохожу. Я специально поехала в Дебри сегодня, именно для того, чтобы вам показать вот эту вот мою любимую часть, где я больше всего гуляю, но я не успеваю сюда часто доходить. И поэтому, когда у меня очень мало времени, и я в течение работы должна просто там выбежать и снять видео, если я уже чувствую, что давно не было, то я снимаю вот на той части виноград, приближенный к центру. Вот так. Так что мы сегодня по новым местам с вами. Все, спасибо за внимание. И на этом я прощаюсь. До новых встреч.